МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герои, приехал, я встречаюсь. Покоряющий своим обаянием, импозантный, с невероятно проницательным взглядом и всегда в ярких носках. У меня носки из очень дорогих... Пород дерева. И поэтому я стираю вручную. А, ручная стирка? Да. Он родился в Париже. Ребенком был увезен в Америку. В 19 лет вместе с родителями переехал в Советский Союз. И на вопрос, где ваша родина, всегда отвечает, у меня их три. Но самое щемящее чувство он испытывает, когда приезжает во Францию, в город, где родился. Вот если меня спросить, а где твой дом? Наверное, здесь. Он вел первые телемосты между Советским Союзом и Америкой, брал интервью у самых влиятельных людей планеты и никогда не боялся задавать им самые острые вопросы. Но при этом своим главным недостатком считает нерешительность. Наедине со всеми, первый президент Академии российского телевидения, мэтр российской журналистики, телеведущий Владимир Познан. Большая честь для нас, что вы соблаговали лет прийти в эту студию. Пет, правда, это так. Спасибо. Я не буду терять времени, поскольку вы поставили довольно жесткое условие, что 45 минут и все, и вы встали и ушли. Это почему так? Любите режим прямого эфира? Я люблю только прямой эфир. Я очень не люблю, когда потом начинают... Подрезать. Подрезать слишком много, надо... Ну и, в общем, не то. Я люблю... И вообще телевизор, на мой взгляд, прямой эфир — это главное. Когда смотрим, и мы понимаем, что это происходит сейчас. Что мы свидетели, и никто не знает, что будет через секунду. Для меня это крайне волнительно, потому что... Знаете, к чему принуждает прямой эфир? Перебивать. Потому что нет времени. Надо идти дальше, дальше. Я обещаю очень коротко отвечать, поэтому... Не будете перебивать. Однажды, когда у вас брала интервью какая-то дама, не знаю какая, она совершила такой замечательный ход, дав вам вашу детскую фотографию семилетнего ребенка, вы, увидев ее, расплакались, и интервью пошло совсем иначе, чем вы, может быть, даже предполагали. Точно. Вот когда вы посмотрели на этого семилетнего мальчика, что, собственно, вызвало эти слезы? Я просто подумал об этом мальчике и о том, как мало он представлял себе, что его ожидает. А вот что его такого ожидало, что заставило вас плакать? Ожидало. Крушение иллюзий? Да, но ожидало, что его вырвут из своей среды, что он будет все время находиться в каких-то путешествиях, что он будет чужим во многих местах, что он будет все время искать себя из-за этого, что у него не будет школьных друзей. Много-много всякого. А в тот момент этот мальчик, семилетний, представлял совсем иначе свое будущее. Ну, он вообще об этом не думал, слушайте, семилетний мальчик. А вот если бы существовала машина времени, и вам бы предоставилась возможность вот с сегодняшнего дня встретиться с семилетним мальчиком Володей Познером, который бы подумал, вот идет какой-то человек, и не узнал сам себя, что бы вы ему сказали? Да, наверное, ничего. Ничего нельзя изменить. Ну, наверное, я бы так очень долго смотрел на него, но вряд ли бы что-нибудь сказал. А картинка счастья ваша, она какая? Куда вы окунаетесь? Ну, моя картинка счастья – это то, что я люблю то, что я делаю, и понимаю, что это мое. А то, что у меня совершенно замечательные дети, с которыми я близок, – это просто настоящие друзья, и то, что я в конце концов нашел вторую половину свою после очень долгих поисков. Это все вместе есть для меня счастье. А если говорить о картинке счастья в детстве, вот куда мы падаем и говорим, ох, вот это прямо я там хочу находиться, это какой возраст, это где, это какое место? Это интересный вопрос-то. Скорее всего, это, конечно, Нью-Йорк. Скорее всего, это когда я получил тысячу долларов чаевых в результате того, что я разносчиком был газет. А в Рождество можно было звонить в дверь и сказать, я ваш разносчик, и тебе дают на чай. Я получил тысячу долларов. Это очень много. Это сегодня я купил шикарный велосипед с корзиной и стал развозить газеты, а не разносить. Вот этот вот момент, что я доказал, что я могу, это было, конечно, и мне было, соответственно, 9 лет. Ваша благополучная такая внешность, я бы сказала, создаёт обманчивое впечатление, что вы и в целом человек, мало подверженный, скажем, депрессиям или каким-то страданиям. Вот, наверное, так сказать, обывательский взгляд на вас, но он в порядке, и он всегда был в порядке. Конечно, так не бывает в жизни ни одного человека. Но между тем, если глобально оглянуться назад, можно ли сказать, что вы везунчик? Вот уж не знаю. Вы знаете, мне кажется, что нет всё-таки. Потому что так сложилось, что в основном я всего добивался сам. Но везунчик, конечно, когда ты встречаешь, случайно встречаешь с тобой или иного человека, это повезло. Это не что, в этом смысле да, а в смысле, скажем, работы, карьеры, меня не пускали на экран до 52 лет. А вы хотели? Я очень хотел. Ах вот как, вот это я детали не знала. Мне казалось, что вы были вполне удовлетворены той деятельностью, которой вы занимались. Я хотел, всё-таки, я был подготовлен как made in USSR для употребления там. А я всё-таки хотел говорить с той страной, в которой я находился, меня не пускали. А если абстрагироваться от вашей профессиональной деятельности, хотя я понимаю, что у мужчин социальная реализация, так сказать, одна из важнейших и ведущих, я бы сказала, ощущений счастья и благополучия. Но в целом, свойственно ли вам думать, что там, скажем, могло быть хуже? Конечно. Могло быть много хуже, конечно же. Но просто я, почему так отвечаю на ваш вопрос, что я очень долго терпел, я очень добивался. Ничего просто так не получалось. Вот так, чтобы на тарелочке с голубой каёмочкой, нет. А вам обидно, когда сейчас о вас думают, ну, мало того, что мэтр, но вот об этом благополучии, глядя на вас? Вам хочется сказать, ребята, да нет, не так уж всё было просто. Юля, вот то, что я скажу, конечно, может не понравиться многим. Мне всё равно, что обо мне думают. Вообще. Вот лишь бы понимали, что я стараюсь честно работать. И всё. А там везунчик, не везунчик, благополучный, не благополучный. Какая мне разница? Ну, думайте и думайте. Так всегда было или в какой-то момент это случилось? Ну, я довольно давно вот так вот. Я давно ничего не читаю о себе. Критика меня не интересует. Мне говорят, что это, конечно, ты вознёсся. Да нет, просто, ну, ну, думают. Ну, что же, я буду говорить, да не надо так думать. Нет. Как получится, так получится. Три гражданства, которые на сегодняшний момент у вас есть, это некая такая, я бы сказала, гиперкомпенсация, отсутствие выбора, который был когда-то. Вот такой тоже перевёртыш. Долгое ограничение, долгое ощущение себя в тисках. Да, невыездное очень долго. Но, между тем, они наверняка, эти три гражданства не компенсируют вот этого отчаянного чувства отсутствия дома. Это по-прежнему ваша болевая точка, что вот нигде, по сути, ни в Америке, ни здесь, ни во Франции нет этого выдоха. Ну, вот здесь я, наконец, у себя. Ну, да, да, так можно сказать. Всё-таки ощущения дома есть, но неполные. Не в одном месте. Ну, вот в Москве, вот там, где я живу, да, я себя чувствую дома, в моём доме. А в Париже я себя чувствую дома в большей степени. Не только в квартире, которая у меня есть в Париже. В Нью-Йорке я себя чувствую дома. Ну, нигде полностью не чувствую себя. Ну, так, жизнь так сложилась. Ну, что же делать? Но это тоска? Нет, это не тоска. Тоска была, когда нельзя было никуда ехать. Когда тебе говорят, нет, ты не можешь ехать. Вот это вот тоска. Тогда ты начинаешь остро ощущать нехватку чего-то. А когда ты можешь, в принципе, когда всё зависит только от денег, купить билет или не купить билет, это меняет принципиально внутренние ощущения. Ну, знаете, вот есть как бы рассуждение о европейцах и о русских, что для нас, вот, например, очень важно вот это ощущение, что мы отсюда, мы из России, мы в меньшей степени приживаемся где бы то ни было, всегда присутствующее чувство ностальгии. А в европейском пространстве, так сказать, ну, родился во Франции, переехал там в Германию или там даже в Америку, отсутствует ощущение, что это нужно вообще. А вам, стало быть, нужно было бы где-то иметь корневую систему? Ну, во-первых, вот эта вот мифология насчет того, что русские, они прекрасно приживаются, и очень много русских живёт непрекрасно и очень быстро встраиваются и успешнее других. Другое дело, что тяга к России у русских очень сильная, так же, как у испанцев, тяга к Испании. Это особый некоторый характер. У меня есть привязанность, но она не такая. Далее, наедине со всеми. Умозрительный бабник. Мы. Да. Понимаете, да? Да. Вот. В голове бог знает что, но... Но решиться на это... Никак. Я не доверяю тем людям, которые... Много о себе говорят. Какую книгу я готов перечитывать снова и снова? Мастер и Магарит. 80 лет – самое время начать. Что-то новое. Владимир Познер. В чём вы не русский человек? А я ни в чём. Вообще? В чём? А что такое русский? Вообще, когда начинают описывать, а что такое вот русский человек? Какие у него черты? Если начинаешь перечислять, то окажется, что они есть у всех. В той или иной степени. Уникальность? Да нет никакой. С одной стороны уникальное, а с другой стороны совершенно нет. Но ощущение здесь себя не дома. Оно иррациональное чувство или всё-таки там оно имеет какую-то конкретику? Оно иррациональное. Оно абсолютно эмоциональное. Просто я, когда приехал, я ужасно хотел быть русским. Вот мне кажется, может быть, дело в этом? Дело в разочаровании? Нет, это не разочарование. Я просто понял в один прекрасный или непрекрасный момент, что ну нет. Но не получается. Но не получается. Но язык кое-как выучил, конечно. А в остальном нет, не получается. Скажем, вот русский характер, вот это вот взлёты и падения настроения, литературный дар, вот это вот удаль, уж гульнуть, так гульнуть. Нет этого у вас. Это нет. И это не потому, это не хорошо и не плохо. Это факт. Это просто другое, да? Или когда приглашаешь людей в гости, так на столе еда на три дня. Моя жена так делает, поэтому я-то молчу. Но, скажем, моя мама, французенка. Готовила строго на количество гостей. Вот если приглашено шесть человек, то шесть замечательно наедятся, но седьмому не будет еды. И когда я приходил домой, и там я вижу гостей, я уже жил не дома, мама всегда говорила, ты голоден? Я говорю, нет, спасибо, потому что я знал, что ты ужасно горчит. Она не рассчитывала на меня. И вам это ближе? Это мне гораздо более понятно. А что вы будете делать с этой едой завтра? Есть. Есть, а послезавтра тоже будете есть. Доедать. Своим главным недостатком вы назвали нерешительность. Честно сказать, меня это очень удивило, хотя это очень органично продолжается тем девизом, который когда-то вы обрели, посмотрев фильм «Пролетая на гнездом кукушки», я хотя бы попробовал. Но нерешительность бывает разного порядка. Бывает нерешительность ввязаться в дело, потому что ты боишься, что у тебя не получится, а бывает нерешительность, потому что ты боишься обидеть других своей смелостью или своей свободой выбора. Ваша нерешительность какого порядка? Скорее, второго. Хотя я даже не помню, что я сказал, что нерешительность – это мой главный недостаток. Мне кажется, что рефлексия. Самоедство по-русски называется. Да, да, да. Вот это вот да. Постоянные причем. – Вы недовольны своей работой? – Я недоволен собой. То есть я доволен и недоволен. То есть я говорю, да, вроде это получилось. Думаю, да нет, ну вот, знаете, вот все время не совсем. Вот можно было бы лучше. И когда вот вы говорили вначале честь и так далее, вот вас прямо внутри вот такой, ну почему, какой там честь? Ой, легендарный журналист, хочется зарыться в песок, чтобы никто не видел. – Вы вообще не любите комплименты? – Ну, зависит. От женщин комплименты и другого рода. – Да. – Ах, какой вы обаятельный. Например. Что касается женщин, вы говорили тоже в одном из интервью, признавали, что пользовались большим успехом, но при этом таким наивным и настолько порядочным, что, собственно говоря, упустили довольно много возможностей по юности лет, которые жизнь вам предоставляла. Но я должна сказать, что, прочитав выдержки из вашей книги «Прощение с иллюзиями», вы так удивительно рассуждаете, так возвышенно, я бы сказала, рассуждаете о женском роде, так вспоминаете и первую любовь, и, так сказать, и последующую, которая с вами случалась в юности, что мне даже показалось, что, может быть, это тоже иллюзия, что вы могли воспользоваться этими шансами, которые вам жизнь предоставляла. Вы слишком глубоки, что ли, для того, чтобы так поверхностно отнестись? Вот, не знаю, что вам сказать. Как бы это, как бы это умозрительный бабник. Вы? Да. Понимаете, да? Вот. В голове бог знает что, но... Но решиться на это? Никак. А это сложилось в результате маминого воспитания? Да. Которое было достаточно, как сказать, вот до 17 лет вы в полдесятого лежали в кровати. Это строгость воспитания? Это строгость воспитания, это, да, это очень такая французская, буржуазная такая вещь. Вот надо есть в определенное время, ложиться спать в определенное время. И, казалось бы, французам приписывается, ну, во всяком случае, мужчинам-французам, некоторое невероятное, так сказать. После определенного возраста. Но мама моя была вообще однолюб, и она очень болезненно переживала некоторые отклонения от этого моего отца, это, наверное, тоже на меня подействовало. Ну вот. Видя это страдание? Видя ее страдания? Да, конечно. Вы поняли, что таким не станете? Ну что... Не хочу стать таким, вот скажем. В 74 года вы вновь женились, в третий раз. А было ли что-то в этом поступке от упомянутой цитаты из фильма «Я хотя бы попробовал»? Нет, нет. Это просто я иначе не мог, и все. Хотя это не должно восприниматься как чистая радость, потому что я ведь прекрасно понимал, что я наношу огромную боль тому человеку, с которым мы сколько лет были вместе. Ну, так бывает. То есть вы берете на себя ответственность за это? Безусловно. И тем не менее у вас есть этот эмоциональный ресурс совершать поступок? Да. Потому что он касается вашей жизни? Да. Ваш выбор? Да. Свободный? Да. А он же всегда сопряжен с болью? Свободный выбор любого? Часто. Часто, да. Да, часто. Но для вас свободный выбор в некотором смысле идол. Ну, идол не знаю. Главная ценность. Ну, да. Да, важнейшая вещь. Относительно того, на что вы обращаете в женщинах внимание, вы сказали, что это руки, стопы и волосы. Вот такой вот наборчик. В таком порядке? Ну, и не только на это, да. А почему руки? Вообще руки для меня чрезвычайно важная вещь. Я по рукам могу сразу сказать, что я думаю о человеке. И что же? Ну, Юля, я же не могу приседать. Но действительно, руки для меня очень важные. Действительно очень важные вещи. Как они выглядят, какие пальцы и так далее. Вот есть такие пальцы, например, которые вот в конце расширяются. Ужасные, да. Вот видите, вот это значит... Но я никогда не... Я не пыталась никак это совместить с человеком, но бывает, что руки неприятные. Очень, очень бывают неприятные. Так что руки для меня совершенно это показатель. Говорящие. Да, говорящие руки, да. Ну, женские ноги, что тут говорить. Но ум, имейте в виду. Тоже. Все-таки. Прежде всего. До рук, волос и стоп. Как это? Потому что если нет ума, то что потом? Бывает, что мужчинам наоборот. Как раз, когда нет ума, это волшебно. Это другие мужчины, значит, это не я. Надо же еще поговорить. Потом. Да? Да, желательно. Относительно ваших нынешних отношений, вы сказали, что где-то слышали такую фразу, что вот у мужчин должно быть три жены. Первая – это любовь, вторая – это семья, а вот третья – жена, которая закроет глаза. И судя по всему... Ну, я слышал об этом, да. Да, да, да. Ваша нынешняя жена Надежда Соловьева – это та женщина, которая закроет вам глаза. А кто его знает? То есть есть варианты? Нет, я не это хочу сказать. Я просто, если серьезно отвечать на ваш вопрос, то ведь никто не знает, что его ждет через час. Да. Так? И значит, может быть, что я ей закрою глаза. Так тоже может быть, понимаете? Поэтому я всегда очень осторожен с этими вещами. С этими предположениями. Очень. Но относительно Надежды вы говорите, что благодаря этому последнему браку в 80 лет вы не чувствуете себя, уже 81, не чувствуете себя на 80. Даже рассылая приглашение на юбилей, писали, что приходите, мне исполняется 80, хотя я сам в это не верю. Да, это было. И что это решающую роль в том, как вы себя сегодня чувствуете, сыграла Надежда. Конечно. А что именно? Она тоже человек, который взрывает стереотипы, что ли? То есть вот она, в ней есть вот это начало как бы... А почему невозможно? Возможно. Ну, то есть некая такая тоже внутренняя свобода. Вы знаете что? Вот Надежда Юрьевна Соловьева совершенно самостоятельная единица. Так. Если вы хотите что-нибудь о ней узнать, вы ее спрашивайте. Я не возьмусь за нее говорить, потому что она точно скажет, что я говорю ерунду. Так. Но вы же себя почему-то... А вы же определились... Но я только хочу сказать, что благодаря ей я вот себя чувствую таким, как я себя чувствую. Я думаю, что это от того, что она меня очень любит, и потому что... Вообще, вот очень, это очень плохо. Что она меня любит. Так. И я ее люблю. И, видимо, вот это вот приводит к тому, что я 81 год продолжаю себя чувствовать мужчиной. Но есть какие-то, простите, вы слышите себе, не знаю, в спину, Володя, надо пойти, не знаю, на пробежку. Зачем ты надела этот пиджак? Он тебе совершенно не идет. Вот такие вот вещи. А что Надежда говорит о ваших ярких носках? Да она о них вообще не говорит. Далее, наедине со всеми. Я очень люблю выигрывать. А вы жульничали когда-нибудь ради победы? Когда я был маленьким, да. Я и сейчас люблю выигрывать, но проиграв, веду себя прилично. Это... Ту. Моя самая любимая советская песня. Теперь дороги. Владимир Познер. Был знаменитый ответ Дмитрию Билану с голым торсом, опубликованный в социальных сетях. Это, мне кажется, очень характеризует вас. У вас есть такой азарт юношеский. Есть. Но это, знаете как, мой близкий друг Ваня Ургант, мы просто очень близкие друзья, он мне прислал фотографию Билана. Да, и сказал, что надо ответить. Ах, это все-таки было спровоцировано кем-то. Он попросил. Даже попросил. Но я с удовольствием. Вы вообще любите играть, говорите вы о себе. Люблю, обожаю. И говорите, что просто, так сказать, в любые игры. А мне кажется, не только играть, но и выигрывать. Я очень люблю выигрывать. А вы жульничали когда-нибудь ради победы? Когда я был маленьким, да. Самый постыдный был. Когда я жил в Америке, на даче летом рядом с нами жили русские мигранты. И был очень пожилой человек. Его звали все генерал. Он был похож на этого генерала в фильме «Свадьба». Такие белые усы. Он был полуслепым. Старый-старый. Он со мной играл в шахматы. Но он играл намного сильнее меня. Но поскольку он плохо видел, однажды, когда я видел, что у меня безнадежное положение, я спер у него ладью. И он это увидел. Именно это? Да, да. История должна завершиться так же, что с тех пор я понял, что жульничать... Нет, нет, я просто привожу это. Ну, конечно, стремление выиграть. Более того, я очень плохо проигрывал. Рыдали? Ну, со скандалами, со слезами порой. Ну, когда я маленький был. Потом обязательно виноват кто-то, не я. Ну, знаете как. Но, в конце концов, все-таки я научился, потому что я занимался спортом много. А там... Поэтому я и сейчас люблю выигрывать, но проиграв, веду себя прилично. С Ваней Ургантом вы сделали несколько документальных проектов и, в общем, сильно подружились даже в результате этого. Но первое время, когда вы делали самый первый проект, это же не только съемки, это же еще какое-то существование совместное такое... Да, бок о бок. Это испытание. Вы вообще в быту удобный человек? Да, очень. Действительно, я очень в этом смысле легкий человек. А вы подстраиваетесь под партнера? Почему вы так удобны? Я не подстраиваюсь, просто я очень в этом смысле без притязаний. Как есть, так есть. Вот я не терплю там безделья, неаккуратности, безответственности. Тут я неприятный человек. А так? Абсолютно. Но, кстати, я ведь Ваню не знал до того, как мы сделали фильм об Америке. И я хотел позвать Леню Парфенова. Он тогда был главным редактором, не мог поехать. Коля Фоменко, он не мог, у него были автомобильные гонки. Иду, кого? И мне моя супруга говорит, а как вот Ургант? Я говорю, а кто это? Его никто не знал тогда, он был мне очень известным. Я говорю, а сколько ему лет? Да ему 28 лет. А что я с ним буду делать-то в 28 лет? Как? Но не о чем говорить. В общем, она ему позвонила и спросила, читал ли он одноэтажную Америку. Оказывается, не читал. О, ужас совсем просто. Потому что фильм-то об этом. Да. Ну, она сказала, только не говори об этом. Вот мы встретились. Он мне страшно понравился. И мы поехали, ну, правда, 60 дней с утра до вечера вместе. И могли либо друг друга, вот именно, либо ненавидеть, либо, наоборот, очень подружиться. И мы подружились. Мы просто как семья уже. А бывало такое в вашей жизни, чтобы вы возненавидели, вот именно в силу быта? Нет, наверное. Я до сих пор не понимаю, как в России, вернее, ну, в Советском Союзе жили в коммунальных квартирах. Я не понимаю. Потому что вот это было для вас испытанием. Я не понимаю, как можно стоять в очередь в туалет у себя дома. Я не понимаю, как можно иметь несколько комфорок в кухне. Я просто не могу этого понять. И вообще, очень странно, что по-русски нет слова privacy. Ведь privacy по-английски не переводится по-русски никак. А это значит, вот пространство, куда нельзя входить. Мальчик 7 лет может сказать своим родителям в Англии, я хочу privacy, закрывать дверь и уходить к себе. И никто входить не может. Ну, слушайте, у нас, мои дети вполне справлялись с этой проблемой. Они вывешивали табличку «не входить». Вот. Но это другое. Я занят. Но само представление вот об этом, вот по-русски надо объяснять, нет слова. Это тоже черта характера. О многом, да. О ментальности. Я думаю, что да. Ваш день рождения удивительным образом совпал с тремя Пасхами. Да, но это, кроме того, день дурака. Да, 1 апреля. Да, 1 апреля. Но цифра 3, вот действительно, вас преследует. Три родины, три жены, три Пасхи при рождении. Три паспорта. Три паспорта, да, да, да. Но вы, собственно говоря, в последнее время, может быть, и всегда были атеистом, но в последнее время довольно, так сказать, активно употребляете этот аргумент, особенно в своей программе, когда задаете вопрос от Марселя Пруста, поскольку, оказавшись перед Богом, что бы вы сказали. Я ничего не говорю. Нет, вы не говорите. Я имею в виду, вы объявляете свою атеистическую, так сказать, позицию. А вот, собственно говоря, человек, который не верит ни в ад, ни в рай, что тогда является мерилом достойного проживания жизни? Послушайте, мы все знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Мы прекрасно знаем, когда мы поступаем плохо. Причём тут устрашение, что в результате ты будешь гореть вечно, или наоборот, ты будешь на арфе играть или что-то. Это ерунда. То есть вы не верите в догматы, вы не верите в эти легенды, вы не верите в эти сказки, которые складываются вокруг религиозной тематики? Конечно, нет. Но самую суть вы тоже отрицаете? Суть чего? Суть того, что есть некое высшее начало. Ну, видите ли, как понимать высшее начало? Если считать, что природа – это высшее начало, вселенная – это высшее начало. Тут есть о чём поговорить. Но вот именно божественность и Библию, которую я, кстати говоря, очень хорошо знаю, ведь 85% тех, кто называет себя православными, в жизни не читали Библию. Но я-то её очень хорошо знаю. Вот библейского понимания, конечно, я это абсолютно отрицаю, это страшно интересная книга, исторически это замечательный документ. Но я как биолог, всё-таки физиолог человека, ну, не могу принять вот это вот, что некое существо, будем назвать его Богом, в шесть дней создал всё, включая молекулы, атомы. Я просто человек с научным складом ума, ну, не может это принять. В 59 лет вы столкнулись с проблемой, вы заболели раком и проходили лечение в Америке. И говорите об этом периоде, что это было довольно тяжёлым, можно себе представить, насколько тяжёлым было это период. Тем более, что есть такое представление у нас всегда, что такое случается только с другими. Есть такой фильм даже. Почему со мной? Да. Обычно это тот момент, когда человек неверующий прибивается к... Ну, страшно, потому что, да. Конечно. Хотя бы поэтому. Ну да. Хотя бы поэтому. Даже тогда у вас не было искушения... Нет. ...попросить сил... Нет. ...замолить грехи, сказать, я буду вести себя иначе, только дай мне жизнь. Ну да. Нет, никогда такого не было. В тот момент, конечно, когда мне сказали, что у меня рак, у меня было такое ощущение, что я вошёл просто с полного ухода в кирпичную стену, так, ба-бах. И потом, действительно, я не хочу умирать. Я ещё молодой человек, мне 59 лет. Почему? Но это такое, ну как вам сказать, сиюминутная такая вот реакция. А там, ой, пожалуйста, нет, нет. Потому что, значит, если он наслал на меня, чего это он себе? То есть вы с ним, в общем, боролись бы? Вы знаете, есть у нас... Я не буду называть фамилии, но есть один ведущий на Первом канале, который у меня был в программе, который называет себя атеистом. И когда я его спросил, а что, вот, когда ты поешься перед Всевышним, что ты ему скажешь, он сказал, я ему скажу, не верю. Понимаете? Вот. Так, я, ну, не верю. Ну, я понимаю, что это бессмысленно. И встать на колени это бессмысленно. И унизительно. Ну, кому как. Для меня это невозможно. И гораздо страшнее было бы, кстати, если бы не я заболел, а любимый человек. Дочь, внук намного страшнее. Намного. Но все равно нет. Ваш отец умер на борту самолета в небе. Вы в книжке пишете, он умер нигде, он умер между, он умер, можно сказать, символично. И еще вы в одном из интервью припоминали, что когда вам было 18 лет, и вы болели ангиной, и папа вам читал Тарасу Бульбу вслух, довольно тоже символичную книжку он вам читал, в которой отец убивает своего сына за предательство Родины. Одного. Можно ли сказать, что, несмотря на то, что отец ваш, если продолжать систему символов, это в некотором смысле Россия, это человек, который привез вас сюда. Да, и родился здесь. И который отчасти принудил вас жить здесь, что сам он тоже так и не стал здесь своим. Не стал. Это была трагедия для него? Да. Трагедия, которую он не поделился с вами? Он никогда об этом не говорил, он был чрезвычайно гордым человеком, но, конечно, да. Его так никогда... То есть, нет, были люди, которые очень любили его, ценили его, и он был, конечно, выдающимся человеком в своей области, но он, конечно, чувствовал, что он чужой. Но вы находились с отцом в таком, я бы сказала, непримиримом противоречии метода жизни, подчинении и свободе выбора. Вот ваша логика. Понимаете, в чём дело? Мы, родители, очень часто переносим на своих детей то, что наши родители делали с нами. Вот я знаю, что его очень строго воспитывали, и он был таким авторитарным отцом. А я восставал против этого, потому что первые пять лет моей жизни прошли без него. Я уже сформировался, в пять лет уже характер-то есть. И вдруг появился дядик какой-то, мама сказала, это твой папа. Ну, хорошо, что делать? Вот. Выбора нет. Но когда он стал мне приказывать, вот тут-то... И, по сути дела, мы воевали всю жизнь. Ваш папа ушёл достаточно давно из жизни. А наступила ли для вас какая-то точка примирения с ним? Точка такой любви, когда принимаешь человека целиком... Я его любил. И прощаешь. Я его люблю, но я его не простил. Как? Для меня это противоречие? Для меня нет. Мне тяжело, что он так рано ушёл, в 66 лет. Мне тяжело, что мы только под самый конец его жизни стали друзьями. Я его в этом виню. Это он виноват, а не я. Хотя бы потому, что он старше намного был. Есть другие вещи, за которые я его не прощаю, оставлю при себе. Но всё равно я его люблю. Далее, наедине со всеми. Моя дочка, когда была совсем маленькая, она очень плохо ела. Она закладывала за щёку, и я могла сидеть с этим буквально час. Вот. И однажды, вот она меня совершенно довела, ей было три годика. Вот этим. И я ей дал пощёчину, и вдруг у неё кровь вот так чекла из носа. В чём мне крупно повезло? Что я столько увидел. Минор или мажор? Мажор. На кого из мушкетёров я похож? Ха! Внутренняя копия Д'Артаньян. Владимир Познер. Отчасти ведь люди подчинены рефлексам, в том числе и психологические модели. Мы рефлексивно повторяем за нашими родителями. Вам приходилось трудиться над собою, чтобы не впасть в тональность отца по отношению к своим детям? Вы знаете, получилось так, что я... Моя дочка, когда была совсем маленькая, она очень плохо ела. Она закладывала за щёку, и я могла сидеть с этим буквально час. Вот. И однажды, вот она меня совершенно довела, ей было три годика вот этим. И я ей дал пощёчину, и вдруг у неё кровь вот так потекла из носа. Я пришёл в такой ужас от этого. Я вдруг понял, что происходит, что я повторяю вот это. И всё. И как рукой с ним. Всё. Мы поговорили с вашей дочкой, которая сейчас живёт в Германии. Нам счастливо удалось с ней пообщаться. Давайте послушаем её, так сказать, объёмный портрет о вас. Как она вас вспоминает и воспринимает. Мне всегда было очень с ним хорошо и интересно. Я помню, как-то он сказал, что когда открывается какая-то дверь, он имел в виду дверь в смысле каких-то возможностей. То надо обязательно попробовать, что там. Какой отец Владимир Познер. Мы пошли с папой в дом игрушек и купили мне замечательную... Много всяких игрушек, даже что продавщица очень возмущалась, что ребёнка так сильно балует. И помню, что купили замечательную розовую машину и очень хорошую железную дорогу, потому что я не любила играть в девчонские игрушки. Папа всегда... Да и мама тоже. Но и папу всегда с уважением к этому относились. И не пытались меня переделать в этом смысле. Какой Владимир Познер дедушка? Мой папа, конечно, замечательный дедушка во всех отношениях. И очень живое принимает участие в жизни моих детей до сих пор. И часто бывало так, что то, что я не могла объяснить им, или те моменты, где мы не могли договориться, я и мои дети. Вот папа мог это сделать. Каким был дом родителей Владимира Познера? Я ходила к бабушке и к дедушке, только я их называла по именам, так было принято, каждое воскресенье. И там начиналась Франция прямо с порога, потому что там пахло внутри по-иностранному, совершенно так больше нигде не пахло. Там давали другую еду, такую вот специальную. Там надо было себя исключительно правильно вести за столом, очень строго. Но там было все другое, вообще все другое. Чем поражает Владимир Познер? Я очень ценю вот его сдержанность. То есть, конечно, поскольку мы очень близкие люди, может быть, я иногда замечаю, если чем-то он обеспокоен. Но, в общем, он никогда об этом сам не говорит. Это необыкновенно важно, и очень немногие это умеют. Вот держать себя, сохранять свое какое-то вот достоинство, вот в тех ситуациях, когда тяжело. Главное, чему научил Владимир Познер? Умение думать независимо. Умение относиться к любому утверждению с определенной долей критики. То есть спрашивать, а так ли это. Способность постоять за себя, не откладывать. И в нужный момент сделать нужный шаг. Вы, надо сказать, были очень против того, чтобы мы у кого бы то ни было брали интервью на ваш счет. Почему? Это как-то получается так, что вы заранее хотите хвалить меня, потому что дети же не скажут плохого. Они и внуки, и внучка, и внук. Поэтому я как-то чувствовал себя неловко при этом. Когда-то вы признались в том, что у вас есть склонность подвергать некоторому скепсису, скажем, общепризнанные вещи. Это то, о чем и говорит ваша дочка. И что вам всегда хочется самому пощупать, прежде чем согласиться с чем-то. И была ваша уникальная такая встреча с Джакондой, которую вы думали, что, а, говорят. Однако, столкнувшись с нею, вы заплакали от тех эмоций, которые вас захлестнули в этот момент, сегодня, сейчас, многие знания, это многие печали, или у вас остается способность, столкнувшись с чем-то, подвергнуть сомнению свой скепсис и откликнуться на такую эмоцию? Все-таки насчет Джаконды, тут надо понять, в чем дело было. Я видел 158 тысяч репродукций, и они на меня не производили никакого впечатления. Я говорил себе, кто-то сказал когда-то, что это великая картина. И все, как бараны, это повторяют. Ничего там великого нет. Пока, наконец, меня не выпустили из страны рабочих крестьян, я поехал в Париж и пришел в Лувр. И это был шок, потому что я понял, что она на самом деле абсолютно невероятная. Я заплакал от счастья, что, значит, это правда. Я так обрадовался, это были слезы радости на самом деле. Так что это несколько другое, чем то, о чем вы говорите. Я вообще совсем не циник. Другое дело, что я не понимаю, как журналист не может быть в какой-то степени хотя бы сомневающимся. Наше дело сомневаться. Все время переспрашивать, а так ли это, а правда ли это. И действительно пощупать. Это иначе ты не можешь быть в этой профессии, на мой взгляд. Этого мне есть. А что сегодня может вызвать вас слезы счастья? Господи, я не знаю. Какой-то замечательный поступок. Какой-то, какая-то... Я очень... Когда я вижу радость, такую какую-то колоссальную радость людей. Там нашли друг друга. Я не знаю. Ну, какие-то вот такие вещи. Это вот может. Потому что слезы и горе – это совсем из другой области. Я вам скажу, что вот... Я недавно, так случилось, просто смотрел хронику, немецкую хронику, лагерную и варсавского гетто. Ну, более страшного вообще... Вообще нету ничего страшнее этого. И вот я могу здесь заплакать от бессилия, от ненависти. То есть я совершенно не стесняюсь, как говорят, мужчины не плачут. Да ерунда это всё. Почему не плачут? Мужчина определяется не тем, плачет он или нет. Есть другие признаки. Помимо половых, я имею в виду. Угу. Несмотря на то, что вы эстет в еде, это не мешает вам очень даже сильно любить русские сушки с маком. Я люблю много русских. Сушки с маком точно, но я ещё другие вещи люблю русские. Но я имею в виду... Пельмени, например. Да. Есть рекорд. Я однажды съел 300 пельменей. Угу. Наспорок? Нет, я был много моложе. Был сильно голодный. Да. И кроме пельменей ничего. Теперь я могу съесть 100. 300 нет. Как давно пробовали? Недавно. Ну, только такие, знаете, вот такие. Маленькие. Ну, не совсем, а вот такие вот. 100? 100, да. Ну, чтобы самому лепить, чтобы это были настоящие... И вы говорите, что вы не русский человек? Да вы свой! Ещё одно мгновение. В нашей программе принято дарить подарки. Спасибо. Мы пытаемся дарить символичные подарки. Нам показалось, что чемодан сам по себе в определённом смысле символизирует вашу жизнь. Но символом уюта для вас является мишка. Плюшевый медведь. Да, плюшевый медведь. Его звали Нуну. Да? Нуну. Вы дарили в Америке, во Франции. Да, во Франции. Этот Нуну потерялся в течении жизни. Мы нашли мастерицу, которая знает историю игрушек, которая сообразила, какие были медведи в то время, из каких материалов они могли шиться, приблизительно какую мордочку они могли иметь. И мы надеемся, что вот этот символ уюта, отчасти он его дублирует. К нему прилагается паспорт и яркие носки. Спасибо вам большое. Смотрите завтра. Она уехала из Франции и поселилась с мужем в русской деревне, чтобы потом открыть там гостевой дом. Он мне говорит, 370 километров от Парижа тебя не устраивает. Поедем, говорит, 370 километров от Москвы. Она поддерживает своих детей всегда и во всем. Вы знаете, говорит, скоро вся школа будет говорить по-русски, но ваш сын по-французски никогда. Он, говорит, сейчас на шести языках. У нее 13 приемных детей и много соседских семей, которым она помогает. Я давала им, а они давали мне. Все вообще, на самом деле, взаимно и всегда так. Смотрите завтра. Наедине со всеми Елена Маньинан.